Приветствую вас, друзья. Сегодня хочу ответить на следующий вопрос. Мне люди, особенно молодежь, часто задают один и тот же вопрос. Если Бог всезнающий, если Он знает наперед, кто пойдет на небо и кто пойдет в ад, на примере Сатаны и Иуда и Скариотянина, то почему тогда Он создал этих людей, которые идут в ад? Как можно дать исчерпывающий ответ? Я пытался ответить, но думаю, что мой ответ не исчерпывающий. Этот вопрос, наверное, появляется у всех людей. И у меня тоже был этот вопрос. И я благодарю Господа за курс по посланию к римлянам по индуктивному изучению, который я прошел, курс, написанный Кей Артур, потому что, изучая таким методом послания к римлянам, я понял эти основные доктрины о спасении и понял взаимосвязь между ними и нашел ответы на этот вопрос. Я попытаюсь ответить на ваш вопрос. И для этого пройдемся по римлянам, по 9 главе, в которой увидим как минимум 6 причин, по которым Бог допускает, чтобы эти люди родились, чтобы они жили, даже если Он знает наперед, что эти люди пойдут в ад, эти люди пойдут на погибель. Все-таки Он создает этих людей, Он дает им жизнь и поддерживает их жизнь. Так что давайте пройдемся по этой 9 главе послания к римлянам. И только там, где будет то, что касается ответа на наш вопрос, только вот там я буду указывать на этот ответ. Значит, здесь апостол Павел говорит так. «Истину говорю во Христе. Не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израилетян, которым принадлежат усыновления и слава и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Но не то, чтобы слово Божье не сбылось, ибо не все те израилетяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано в Исааке, наречется тебе семя. То есть не плотские дети, судь дети Божьи, но дети обетования, признаются за семя. А слово обетования таково, «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились, и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило, не от дел, но от призывающего. Сказано было ей, Ревеке, «Больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано, «Якова я возлюбил, а Исаава возненавидел». Это Бог говорит. Что же скажем? Неужели не правда у Бога? Потому что эти еще ничего не сделали, но Бог уже сказал, этого возлюбил, этого возненавидел. Неужели не правда у Бога? Никак. «Ибо Он говорит Моисею, кого помиловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Значит, до этого места то, что хочет показать апостол Павел, что именно и в этом избрании выявляется, выходит наружу, показывается суверенность Бога. И Бог выбирает. Бог есть тот, который выбирает. Мы с вами судим по-человечески. Мы очень часто судим Бога по нашим человеческим критериям. Нет, дорогие, мы не должны забывать. Бог есть Бог, а мы есть люди. И вот дальше говорит так. «Ибо Писание говорит фараону «Для того самого я и поставил тебя, чтобы погазать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Видите, фараон – это человек, который действовал против воли Божьей, против Бога, против народа израильского. Это человек, который пошел на погибель, вечную погибель. Но вот Бог говорит, почему его создал и оставил, чтобы он жил. «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Фараон против своей воли, он был инструментом в руках Божьих. Даже если он все делал... Видите, в этом и проявляется суверенность Бога. Что Бог в своей суверенности, в своем всесилии, Бог использует то, что люди делают плохое. Его враги, все действия его врагов он обращает свое благо для своей цели. Но это не является извинением для их врагов. Это не меняет его отношение к этим врагам. Потому что он судит людей по намерениям сердца. Так вот, значит, две еще причины здесь. Почему Бог допускает, чтобы эти люди родились? Потому что в них показывает свою силу. И еще так ими его проповедуются по всей земле. Дальше с 18 стиха говорит так. «Итак, кого хочет, Бог милует, а кого хочет, ожесточает». «Что скажешь мне?» Видите, Павел как будто уже в ожидании следующего вопроса говорит. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет тогда Бог? Ибо кто противостанет воле Его?» «А ты кто?» «Говорит Павел. Ты кто человек, что споришь с Богом?» «Изделие скажет ли сделавшему Его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого употребления». Значит, видите, следующая причина, почему рождаются такие люди? Потому что эти люди для низкого употребления, как и в случае с фараоном. Этот человек, он выбрал, этот его выбор плохой, который был против Бога. Бог в своей суверенности, Бог использовал в своем домостроительстве, или как, в том, как он делает все, режиссирует все в этом мире, он использует и использовал для того, чтобы сила Божия показалась, его суверенность показалась, чтобы его имя проповедовалось по всей земле. Но этот человек, который пошел против воли Божьей, который был противником Бога, он в одно и то же самое время был сосудом для низкого употребления. Что же, если Бог, желая показать гнев, говорит Павел дальше, «я ведь могущество свое с великим долготерпением щадил сосуды гнева, которые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе над нами, которых он призвал не только из людей, но и из язычников». Видите, оказывается, то, что делают эти люди в своих плохих, злых намерениях против Бога, Бог использует, Бог так режиссирует все, и все это так использовать, чтобы и это было для блага тех, которые идут в вечное блаженство, которые идут в вечную жизнь. Бог использует это. И еще он, таким образом, через этих людей, он являет свою славу свою над сосудами милосердия. Как и у Осии говорит, «Не мой народ назову моим народом и невозлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им «вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого». И Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, «Если бы Господь Савоуф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны гаморе». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что они не искали в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень приткновения. Как написано, «Вот, полагаю, сегодня камень приткновения, это есть Иисус Христос, и камень соблазна, но всякий верующий в Него не постыдится». Значит, почему Бог делает так? Почему допускает, чтобы эти люди жили, чтобы они прожили жизнь здесь? Чтобы показать спасение во Христе только по вере. чтобы показать включительно и через этих людей, что спасение только по вере. Видите, там эти израильтяне, они пытались делами закона спастись, но у них тоже это не вышло, потому что они отказались от того пути, который Бог предоставил им. И этот путь только через Иисуса Христа. Теперь, дорогой, выбор за тобой. Ты отвечаешь на призыв Господень или нет? Видишь, вся эта суверенность Бог, в своей суверенности Бог оставил за людьми право выбора. Люди выбирают. Но тот выбор, который они сделают, он может так все режиссировать, все так поставить своей суверенности, что все будет содействовать для осуществления вот этих целей, которые я назвал. И в своем домостроительстве, или не знаю, какое слово еще использовать, Бог способен использовать все это. Хотя эти люди, они сами выбрали тот путь, чтобы они шли на погибель. Еще хочу вам сказать, что в Луки в 17 главе, в 29 и в 30 стихе говорит Господь Иисус вот такие слова. И весь народ, слушавший Его, и мытари воздавали славу Богу, крестившись крещением Яновым. Он говорит о крещении Яна. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. Я хочу именно эту фразу. Отвергли волю Божью о себе. Это они отвергли волю Божью о себе. А воля Божья каковая? Воля Божья благая для всех людей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А люди, которые отвергают эту волю Божью о себе, они сами, сами это делают. Они сами себя, обречают себя сами на погибель эти люди. Вот так, дорогие. Так что, это надо ответить этим людям. Такое надо ответить тем людям, которые задают такой вопрос. А я еще хочу посоветовать всем тем, которые еще не приняли Господа Иисуса Христа в сердце, чтобы они серьезно подумали над этим. Какой они выбор делают? Оставаться сосудами для низкого употребления? Или же стать сосудами, через которых Бог проявляет свое милосердие? И это только тогда, когда человек принимает Иисуса Христа в свое сердце. Примите Иисуса Христа в свое сердце.